Особое мнение на 101FM Добрый день, Светлана и всем слушателям прекрасного Эха Москвы Да, я хочу сказать, что есть возможность задать свои вопросы нашему спикеру И мы их очень ждем И мы их очень ждем на сайте эхокирова.ру В правом верхнем углу фотографии Дмитрия Михайловича И там красная плашка задать вопрос Пожалуйста, пишите свои вопросы, я в режиме онлайн их буду видеть И передавать и задавать нашему спикеру Но прежде всего, конечно, нам сегодня нужно начать с того, чтобы оценить выборы Которые прошли в минувшие выходные и у нас, и в Москве, и еще во многих регионах Начнем, конечно, все-таки с кировских выборов Потому что по-разному оценивают результаты этих выборов Но можно поздравить СССР Потому что два кандидата от партии СССР прошли в городскую думу Это Надежда Сураева и Альберт Бекалюк Можно ли это назвать безусловной победой оппозиции? Такой интересный Безусловной победой оппозиции Насколько это действительно громко, значимо и непроходное, это событие? Ну, на самом деле, здесь были довыборы Надо отдать должное, что уже второй год фактически справедливая Россия И в том году, и в этом надо в выборах показывать хороший результат В том году они тоже, по-моему, из четырех разыгранных округов взяли две победы И одни были вторые Четвертого кандидата у них сняли Значит, в этом году они показывают тоже очень приличный результат Потому что, в принципе, сформировался тренд, который я сегодня вижу в городе За любую другую партию, кроме кандидатов от Единой России Значит, то в данном случае возникает вопрос Значит, кто должен побеждать? Побеждать должен тот, кто, в общем-то, хорошо доходит до избирателя Который проводит интересно выборную кампанию И главное, что он не состоит в партии и не выдвинут от партии Единой России Вот это, в основном, основной тренд И если вы посмотрите внимательно, особенно на шестой округ Мы там реально видим, что там была реальная конкуренция Там очень неплохой показал результат от КПРФ Морозов 20% Значит, тут же есть и кандидат от Единой России Он находится примерно в 22% Есть даже Антон Долгих, который вообще практически не вел выборную кампанию Но он набрал 13% Это фактически работа по узнаваемости, по интернету И плюс еще там есть кандидаты от ЛДПР и все прочее И так видно, что такой процесс-то живой на самом деле И победивший там не с 99%, как часто бывает, или с 89% А с 36% Альберт Бекалюк То в данном случае, когда идет честная и интересная выборная кампания То, в принципе, у всех кандидатов примерно одинаковые возможности Значит, победить я имею в виду Но, к сожалению, благодаря 10-летней работе так называемой партии реальных Я ее называю, не делал обет Единой России За нее голосовать фактически никто не хочет Вот скажи мне тогда, пожалуйста Ведь действительно на довыборы, не выборы, а на довыборы Заявилось достаточно много кандидатов от разных партий и новых людей Было достаточно много И в том числе от оппозиционных партий Но почему не КПРФ, почему не ЛДПР и не другие партии Почему два кандидата от СРФ именно? Ну, смотри... Что у них отличалось, может быть, в предвыборных кампаниях Или люди сами, или кампании, которые они проводили Потому что, если мы с тобой вспомним выборы президентские Ты помнишь, что основной кандидат, который там... У нас один... От КПРФ, в общем-то, да И это считалось силой Я тебе, знаешь, как скажу? Вот смотрите, в данном случае получается следующая история Почему именно они? Значит, на самом деле сегодня бренды, они фактически никакую роль не играют Партии, да, да Кроме Единой России Потому что это такой токсичный бренд Значит, все остальные партии, которые присутствуют Они имеют примерно одинаковые условия Именно по прохождению бренда Определяют все люди Если подобран хороший кандидат, да У него есть ресурс, в первую очередь материальный Потому что в данном случае любая выборная кампания – это деньги И никуда мы от нее не уйдем Значит, и то, конечно, результат, как бы, он не заставит себя долго ждать То в данном случае, видимо, у них соотношение там финансов и кандидатов Оно соответствовало тому уровню проходимости до избирателя Что избиратель о нем узнал, он про него прочитал, он с ним повстречался Он понял, что, в общем-то, это его кандидат И он пошел и за него проголосовал При всем при этом я хочу сказать, что вот есть такой кандидат был от КПРФ Морозов, да, довольно-таки молодой парень Значит, я посмотрел, он набрал выше бренда, на самом деле, процент Потому что у него там 20 процентов Я считаю, что это для первого раза и для такого молодого кандидата Очень хороший показатель, на самом деле При этом хочу сказать, что мы сегодня видим, что Как бы меняется очень сильно аудитория голосующих Я думаю, что все больше и больше молодежи интересно ходить на выборы И интересоваться политикой Это сейчас модный тренд Мы видим это по городу Москве Значит, и сегодня уже надо точно понимать, что там ближайшие 3-5 лет Вообще, как бы, сама аудитория и голосующие будут очень резко меняться Значит, и в данном варианте молодежь имеет еще больше оснований Для того, что все-таки все больше и больше выборы уходят в интернет И в данном случае я тоже это заметил И, в принципе, как бы, сегодня без интернета очень сложно продвигаться вообще по избирателям, по выборам Потому что все больше и больше сегодня людей, избиратель находится именно в интернете Можно ли сказать, что эти довыборы в Кировскую городскую думу действительно вызвали интерес при явке в 13%? Ну, на самом деле, 13% это значительно выше, чем на довыборах в том году Там было 8, и в этом году примерно ожидали в таком же формате В этот раз интерес кировчан был чуть больше Потому что, я думаю, что все кандидаты работали на привод Ну, привести своего избирателя И понятно, что, введя, допустим, 3-4 кандидата в 6 или в 5 округе соревнуясь Они, конечно, какой-то определенный интерес у своих избирателей как бы развили И это выразило, что явка была выше на 5% по сравнению с тем годом А как ты думаешь, сказались ли на то, что явка хоть немного, но выросла То есть все-таки как-то интерес вырос Сказалось ли на этой явке то, что достаточно активно освещались выборы в Московскую городскую думу Они просто активно освещались Очень активные события проходили вокруг этих выборов Яростные события даже где-то в какие-то моменты С митингами, с демонстрациями, с шествами, прогулками, задержаниями С борьбой на федеральных каналах и в интернете Ну, на самом деле, федеральные каналы совершенно по-другому показывали Конечно, конечно, мы понимаем Но, тем не менее, массив информации, который был выдан Особенно еще раз хочу сказать, для молодой части нашего города Конечно, это тоже определенный был такой посыл Потому что то, что происходит в Москве И мы понимаем, что все эти действия там ведут молодые, активные люди Которые хотят жить совсем по-другому Не как, допустим, старшее поколение, которое готово все терпеть И все как бы нести на своих мужественных плечах Значит, молодежь сегодня в Москве, она показывает совершенно другой показатель Они по-другому видят мир, они по-другому видят жизнь вообще Конечно, это автоматически через интернет И вот мы видим реальные вещи То, что происходило 27 июля, 10-го, 3-го сентября Потому что реальную картинку показывает все-таки больше интернет Чем наши, к сожалению, федеральные каналы То, конечно, это интерес тоже определенной активной молодежи в городе Киры Интерес политика начинает проявлять совершенно другой Потому что это нормальное явление Я вам хочу сказать, что протестное движение молодеет, власть стареет И вот этот разрыв, который сейчас сегодня происходит, он все больше будет отдалять тех людей, которые стоят у власти И от той части молодого поколения, которая находится совершенно на разных берегах Обрати внимание на тех людей, которые выступали за то, что нужно активное участие принимать в выборах Если мы говорим о Москве Ведь на всякие эти шествия и выходы на улицу пришли молодые кумиры Кумиры молодежи, неформальные лидеры, блогеры, журналисты, рэперы и прочее Мы помним прекрасно очень мощную компанию, ельцинскую, ты помнишь, когда было привлечено огромное количество популярных людей Там не только молодежь, там огромный массив разновозрастных людей был привлечен И помним компанию «Поголосуй или проиграешь» И голосуй сердцем, а не головой Да, да, да А сейчас мы видим, что как раз выходят молодые идолы такие Свет, это не идолы, это новое поколение приходит, и мы должны этому радоваться Потому что мы даже посмотрим на те протестные движения, которые были в городе Москве То даже Алексей Навальный кажется каким-то уже старичком Да, потому что ему уже почти 45, а ребята, которые пришли на митинги Он уменьшается на фоне Дудя и Оксимирона Да, 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 то мы сегодня говорим, что да, как бы электорат молодеет очень сильно Он становится совершенно другим, он совершенно современный И мы сегодня с тобой говорили, что Юрий Дудь, да, совершенно новое лицо там вообще как бы в жизни страны Вышедший, в принципе, тоже став известность в интернете Потому что он ведет прекрасное интервью, да Он берет прекрасные материалы, делает буквально последний фильм про Беслан Который уже набрал там, по-моему, чуть ли не 18 миллионов просмотров, да Значит, и этот парень молодой, совершенно в 30 небольшим лет Он говорит, что, ребят, ну давайте будем честны, давайте будем все делать по-честному И он поддерживает те движения, которые происходят сегодня в Москве Ну и понятно, что рэперы, которые тоже сегодня активны Ой, рэперы по-разному выступили, конечно Сейчас прервемся, прервемся на полминуты, оценим рэперов Особое мнение на 101FM Ну и да, рэперы выступили по-разному в свете, в повестке выборов в Москве Какие-то типа Оксимирона выходили на протестные акции Кстати, Оксимирон даже ходил на все суды, которые были связаны с Егором Жуковым И готов был деньги жертвовать Деньги вложить, да Вот такой очень крутой парень Да, а есть рэперы, которые записывали композиции наоборот В поддержку Собянина И с, если не обвинением Но так, я бы сказала, высказывались О тех, кто выходит на улицы, нелицеприятные Ну, на самом деле, ничего страшного, что какая-то часть высказывается в поддержку Собянина Самое плохое, что они не должны оценивать тех людей, которые имеют другую точку зрения То в данном случае, конечно, мы сегодня говорим Московские, конечно, выборы, которые были на протяжении большого периода времени никому не интересны Благодаря сегодня позиции власти и, в первую очередь, силовика Когда начались разгоны Они привлекли совершенно другое внимание вообще самих москвичей И всех людей, живущих в Российской Федерации Особенно молодое поколение То в данном случае началась определенная движуха среди молодежи Которая, в общем-то, и подтверждает нам то, что протест начинает молодеть Молодежь хочет уже заниматься политикой Я думаю, что в ближайшие годы мы увидим очень много новых лиц Которые будут олицетворять вот именно такое новое движение И меня, на самом деле, это все очень радует Потому что молодежь лучше, чем те люди, которые сегодня предлагают нам в 65-70 лет Возвращаться обратно в какое-то прошлое Ну вот смотри, как интересно, если уж мы о Дуиде так много говорим Смотри, как интересно Юрий поступает Ведь он тоже был вот на одном из там шестой Но он не пошел на сцену с призывами Он просто стоял среди людей И все ждали, что выйдет Дудь Он что-то скажет, он не пошел Он просто был с людьми Я считаю, что это правильное решение И если мы посмотрим на его фильмы И про Колымо, и про Беслан Там нигде не звучит прямое обвинение власти Там есть рассказ о том, как живут люди в современности Которые пережили эти события Или являются потомками тех, кто пережил Что они об этом думают И о процессах, которые к этому всему привели И вот сейчас, когда он был на вручении премии GQ Где он получил статуэтку Он сказал достаточно просто И тоже без призывов к протестным акциям Без призывов к протесту Он говорил только о том, что Я процитирую просто Когда в России в следующий раз будут метелить Очередных простых прохожих в дубинками Когда будут воровать следующий вагон государственных денег О которых, кстати, пишут государственные СМИ тоже Федеральные, пожалуйста, показывают Что в Ростово у нас это сегодня нормальная форма Когда будут вкидывать новую пачку макулатуры В избирательную урну, я очень прошу вас Говорить об этом, а не молчать Вот как интересно, посмотри Он поворачивает историю Тот же Навальный говорил Выходите, да, с нами Мы должны протестовать А он говорит, что просто надо Об этом говорить Не на кухне в следующий раз Просто там, да, не в кулуарах В офисных А говорить открыто И потому что молчание уже не спасает Вот что он сказал Что ты об этом думаешь? Свет, ну тут очень все на самом деле просто И я думаю, что он ведет совершенно себя правильно Как медийное лицо Который хочет говорить Что правда это лучше, чем неправда Честные выборы это лучше, чем нечестные выборы И свобода это лучше, чем несвобода То в принципе он себя ведет совершенно тактично И в данном случае, как медийный человек Он говорит о том, что ему нравится И что ему не нравится Он в принципе свободный человек Если сравнить его с Навальным Конечно, у них разные Навальный все-таки больше политики и он более агрессивен в этой своей позиции. Юрий Дудь, он совершенно не политик, он говорит, что он не хочет заниматься никакой политикой, но свою точку зрения по происходящему в стране он готов открыто говорить. Это очень хорошо на самом деле. Если бы у нас сегодня, не знаю, русско-православная церковь или какие-то звезды старшего поколения высказали бы свою точку зрения, что нехорошо молодежь дубинками бить на мирных митингах, наверное, реакция была бы совершенно другой. Но когда все кругом молчат, как будто ничего не происходит, а на самом деле происходит страшное, люди себя ведут совершенно, которые должны отвечать за порядок, они создают беспорядок. И когда молодежь и старшие людей пожилого возраста просто дубасят непонятно за что, и все про это молчат, как будто все спокойно и хорошо, это, конечно, и не нравится в первую очередь тем людям, которые, в общем-то, понимают, что данный путь – это путь в никуда. Мы сегодня видим по всем выборам о том, что картинка-то на самом деле не поменялась. И мы, если сегодня проанализируем 8 сентября, как большой выборный день, то мы видим, что ситуация там в большинстве территорий остается такой же тяжелой и по фальсификации, и по сбросам, и по приводу людей. И вот мы сейчас буквально смотрели в Улан-Удэ, там митинг идет очень большой. Стихийный митинг. Стихийный митинг, да. Длительный уже. Люди протестуют о том, что они не верят, что кандидат от «Единой России» победил на выборах мэра. Я вам больше скажу, что в Москве на эти выборы все кандидаты, выдвинутые от «Единой России», шли как сама выдвиженность. Ну, мы это знаем. Да, мы все знаем. В городе Кирове, пример. Два кандидата, выдвинутых от «Единой России», шли без опознавательных знаков. Они нигде не писали, не говорили, что они являются членами или выдвинутой партии «Единой России». Ну, скажи мне, пожалуйста. Ну, это уникальная вещь. Люди боятся той партии, в которой находятся. Но массового исхода из партии мы не замечаем. Нет массовой сдачи мандатов. А в очередной раз эти люди, конъюнктурщики и трусы, и подлецы, потому что в большинстве случаев то, что мы слышим с вами на суде по Ефаркину, касающейся парка победы, мы говорим о том, что во главе этой всей истории стояла в первую очередь фракция «Единой России» в городской думе. И большинством своим они голосовали за все, что предлагал им их руководитель. То в данном случае они надеются, что в очередной раз все проскочит, в очередной раз партия выйдет из этого дерьма, в котором она оказалась, и снова все будет так, как раньше. И они не готовы сегодня конкретно говорить о том, что, ребят, что это у нас за партия, если мы боимся от нее выходить. Мы боимся про нее говорить. Мы от людей скрываем, что мы члены партии «Единой России». Но это вообще уникальная вещь на самом деле. Но это как раз говорит о том, что партия становится очень опасной для избирателя, потому что люди уже насмотрелись на все ее выкрутасы. И, конечно, в городе Кирове, если мы возьмем, то, конечно, главный показатель сегодня все знают, что руководителем регионального отделения партии «Россия» является Владимир Васильевич Быков. Всем известный человек, который, в общем-то, последние полтора-два месяца не сходит ни с каких СМИ, везде на СМИ, в информационном потоке очень сильно идет. И все это связано с большой коррупцией и, можно сказать, даже с организованной преступной группировкой в администрации города, которая существовала в нашем городе на протяжении 10 лет. Ну, раз уж мы добрались до Владимира Васильевича Быкова, то уже понятно, что петиция, которую... Кстати, я ее подписал. Ты подписал? Да, конечно. Значит, «Справедливая Россия» разместила на Change.org. Эта петиция за отставку с поста председателя областного законодательного собрания Владимира Быкова набрала уже 1200 голосов. Я думаю, что сейчас уже и больше. Но, однако, не очень понятно, что произойдет на ближайшем законодательном собрании, потому что изначально «Справедливая Россия» заявляла, что саботирует это законодательное собрание, если Быков будет его возглавлять ближайшее. Под это же подписалась партия КПРФ. Ожидаешь ли ты, что на ближайшем законодательном собрании... Потому что мне кажется, что Владимир Васильевич придет на законодательное собрание. А вот придут ли эсеры и коммунисты в таком случае? Это его прямая обязанность, так как он председатель законодательного собрания. Это считается его работой. Он получает худо-бедно 200 с лишним тысяч рублей ежемесячно зарплату за то, что он приходит на ЗАГС собрание. К сожалению. То в данном случае, конечно, он придет, если ничего не случится. Но я вам хочу сказать, что мы уже обсуждали эту тему. Петиция вышла... На самом деле, никто не обратил внимания, но я внимательно прочитал. Она написана на губернатора Кировской области. Так как это главное политическое лицо, а сегодня вопрос о господине Быкове – это политический вопрос, то обращено к нему. Мы уже не раз это обсуждали, что вообще глиняный кувшин стоит на двух тоненьких ногах. Это Владимир Васильевич. Первая нога – это то, что он является руководителем регионального отделения партии «Единая Россия». Это первая нога. А вторая – это то, что он председатель ЗАГС собрания. Вот если какая-то нога по какому-то случаю будет отпадать, то вторая точно не устоит. То мы говорим для того, чтобы все-таки он перешел в другую форму общения с определенными силовыми структурами, и у него не должно быть политического решения. Политическое решение может уйти от него, когда он потеряет одну из должностей и автоматически потеряет тогда другую. То вот сегодня мы говорим о том, что сегодня ведь выигрыш «Справедливая Россия» по двум округам – это фактически минус руководителю регионального отделения. И «Единой России». «Единой России», да. О том, что это возможность говорить о том, что население не поддерживает эту партию и того человека, который ее представляет на территории. То должны быть оргвыводы, как я должен понимать по этой ситуации, что его должны, по крайней мере, за проигрыши на выборных кампаниях и в том году, и в этом городе Кирове, ну, по крайней мере, убрать с руководителя секретариата «Единой России». Что произойдет на ближайшем УЗС, как ты думаешь? На ближайшем УЗС очень сложно сказать, что произойдет. Я думаю, что из-за этого «Справедливая Россия» и начала собирать эту петицию для того, чтобы понять вообще, как активно люди хотят того, что они предлагают. То вот на самом деле 1280 или 1260 для миллион 300 населения Кировской области и для полмиллионного города, на самом деле, это очень мало. Потому что я вижу, сколько заходит посещений туда и сколько это смотрят, но это даже нет там 3-2%. Люди заходят и по какой-то причине не подписываются, или боятся, или не хотят, я не знаю. Но у меня есть четкое понимание ситуации в городе Кирове, что 90 с лишним процентов людей хотят, чтобы справедливость по отношению к господину Быкову восторжествовала. Если мы хотим, чтобы это восторжевало, значит, нам надо какие-то усилия применять к этому. И говорить, что уже ничего не изменить, ну, да, сложно. Политический вопрос, еще раз говорю. Но попытку надо делать и продолжать. Мы тоже не знали, что рано или поздно, там, через 5-6 лет, да, все, что происходило в городе Кирове, частично будет озвучено на заседании суда по делу Ефаркина. Куда не явился, кстати говоря, Владимир Васильевич Быков? Почему, как тебе кажется? Потому что он считает, что он может себе позволять то, что нельзя позволить обычный человек. Я думаю, что он не самостоятельно, возможно, ни в одно лицо принимал это решение. Наверняка в этой сложной ситуации. В этой сложной ситуации он не пошел, ему, значит, что-то порекомендовал, и на этом никто не настаивает. Есть случаи, когда не приходят свидетели или люди, которых запрашивают, или сторона защиты, или сторона обвинения, и они в положенном порядке должны являться в суд. Значит, в данном случае он не считает для себя это нужным и важным, значит, он туда не идет. — Можешь ли ты еще в оставшиеся две минуты до завершения первой части эфира сказать, что происходит с Парком Победы в связи с заявлениями, которые делал город уже недели две назад о том, что надо вернуть деньги, но речь не шла о возврате участка земли? — Слушай, ну по Парк Победы вообще все понятно, да? Надо просто все вернуть в свои позиции. Господин Ефаркин-господин Быков, потому что все-таки это мое предположение, что они совместно работали, должны вернуть Кироспецмонтажу те деньги, за которые они заплатили. — Но он уже заявил Ефаркин, что не вернет, потому что денег нет. — Ну, да. Значит, то в данном случае они должны вернуть Кироспецмонтажу, и Кироспецмонтаж должен вернуть обратно Парк Победы в город Киров. Ну, все вроде очень просто, да? То в данном случае получается, что в крайней в этой ситуации, вернее всего, что останется Кировспецмонтаж, потому что Ефаркин заявляет, что деньги я вернуть не хочу и не могу. Значит, при этом строить им там, конечно, никто не даст, я думаю, что они не сумасшедшие, они не будут там ничего делать. Значит, то вот это у них такой остается актив, который на длительную, на долгую память. Что они с ним будут делать, это уже их решение. — А вернуть землю они не могут городу? — Ну, если они пойдут по пути благодоварительности, конечно, они могут. — И город не может затребовать землю обратно? — Я так понимаю, что город не может затребовать, потому что с точки зрения юридической все произведено очень четко, правильно и хорошо. То в данном случае или они могут просто подарить этому городу, но понятно, что город второй раз у себя землю выкупать не будет, потому что сумма, если вы заметили, я не знаю, почему там следственный комитет пишет 9 миллионов рублей, убыток города, да. Мы говорим, что они продали, я имею в виду, что Ефаркин-тире его компания, за 126 миллионов рублей, кироспецмонтажу плюс. На суде было сказано, что еще и 5-10 процентов от застройки жилой комплекса в виде недвижимости они должны были получить. То в данном случае где-то объем, я так примерно прикинул, сегодня этой продажи составляет около 200 миллионов. — Итак, денег город получить обратно не может, и землю вернуть тоже не может. — Тоже не может. — Да, все плюсы остались на стороне Ефаркина и его компании, которая, в общем-то, сегодня говорит о том, что вроде все законно, при этом все основные деньги заработали они. — Прервемся на полторы минуты. Это особое мнение Дмитрия Русского. Особое мнение на 101FM Продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Свое особое мнение высказывает Дмитрий Русских. Представлять его второй раз, мне кажется, нет необходимости. Все прекрасно знают Дмитрия Михайловича. — Спасибо. — Я хотела бы сейчас с тобой поговорить об отмене транспортной реформы, которая произошла публично, у всех на глазах, через интернет-ресурсы. — Борга. — Да, в кабинете, ну не знаю, как это назвать, Игоря Владимировича Васильева, губернатора Кировской области, куда он пригласил мэра города Елену Ковалеву и сити-менеджера Илью Шульгина, и рассказал им, почему не нужно внедрять транспортную реформу. И всё. Год работы практически над этой транспортной реформой, о которой говорили очень многие в этой студии, что она крайне городу необходима, что необходимо там думать о пешеходах, что необходимо развивать общественный транспорт, что нужно все наши перекрёстки уже перекраивать, и дороги, тротуары переделывать, и светофоры переставлять. В общем, жить в современной парадигме. Вот одной такой встречей транспортная реформа была отменена, и теперь вообще непонятно, когда к этому вопросу вернуться. То ли в следующем году, то ли в 2024. — Тогда был новый губернатор. — Только. — Или новый мэр. — Почему губернатор сказал, хватит, делать не будем, давайте-ка займёмся другими делами? Так я вольно интерпретирую. — Вольно? Ну, смотрите, вообще, сегодняшний главный лозунг, вообще, как бы, мне кажется, что в нашей области новой команды — это тишина. Вот главный лозунг, да, чтобы было всё тихо. Когда возникают вопросы, какие-то обсуждения стенка на стенку, да, потому что есть кто-то хочет что-то менять, есть кто-то что-то не хочет менять, значит, то в данном случае это вызывает определённое напряжение в обществе и напряжение вокруг, как бы, всего происходящего. — А ты хочешь сказать, что какая бы ни была представлена транспортная реформа, всё равно нашлись бы люди, которые говорили, нет, не надо нам тут менять, потому что тут плохо, и тут плохо, и там плохо. — Ну, количество этих людей зависело бы от того, насколько была бы сделана правильно подача. И разъяснение, для чего это делается, и что мы получим на выходе. Да, вот цель должна быть у всего. А просто всё реформировать, ну, к сожалению, практика последних реформ, которые у нас происходят вообще в области, в стране... — То есть ты придерживаешься мнения, что информработа была провалена? — Дело не в информработе. Я считаю, что вообще, на самом деле, должны этим заниматься люди профессиональные. Они должны от начала до конца проработать. В первую очередь не в том формате, что опять всё ляжет на людей, которые ездят на общественном транспорте, а основная нагрузка для улучшения проезда людей в общественном транспорте ляжет на муниципальное образование города Киров и на ту историю, которую они расскажут. И они покажут, для чего они делают, как это будут делать, сколько это будет стоить. И цель. Цель одна. То, что мы должны получить совершенно другую форму транспортной развязки и совершенно другие общественные перевозки. Потому что в данном случае в большинстве стран мира уже этот вопрос давно снят, и он не стоит. Всё работает как часы. У нас, к сожалению, последние 10-15 лет, 20, этим вообще никто не занимался. — Его сейчас занялись. Они занялись. Они занялись. Год работали. — А они-то кто? — Год работали. Ну, администрация сделала заказ. Депутаты могли контролировать и контролировали. Год над ней работали. Много чего отменяли, критиковали. Доработали, представили. И в результате получили отмену. Нет, давайте мы не будем сейчас этим заниматься. Ну, потому что, видимо, очень многие, в том числе и депутаты, не поняли, что им предлагают. Многие депутаты, как сказал депутат Шлемензон, вообще в глаза не видели документы по транспортной реформе. То в данном случае... — Он, правда, еще добавил, что он единственный, кто вообще приходил и смотрел. — Ну, это очень плохо, на самом деле. Потому что вопрос очень серьезный. Мы сегодня видим, что общественный транспорт в Кировской области работает и в городе Кирове очень плохо. Цены растут, качества никакого нет. Автобусы все старые, троллейбусы все старые. Все это дымит, все это мерзнет. Но это ужасно, на самом деле. Потому что, если мы говорим о том, что последние, я начал говорить, 10-15 лет, у нас был МУП в городе Кирове, который за все это отвечал. Мы знаем всю эту историю, как, опять же, друзья господина Быкова и он сам на этом МУПе хорошо зарабатывали, завели предприятие в тяжелейшее состояние. Потому что в данном случае, как бы, любое предприятие, которое государственное, при контроле нечестных и порядочных людей, превращается в коррупционную коррозию. — Давай вернемся все-таки к тому, что происходит сейчас. — Я считаю, что в данном случае... — Почему такое произошло, хорошо это или плохо? Я имею в виду, что губернатор... — Мы никогда в нашей стране и в последнее время не приносили никакого результата. Люди боятся слова «реформа». — Ну, как не приносили? Посмотри на Москву. Вот сколько помню, сколько помню, наши коллеги московские лет пять... — Света, ты мне скажи... — А то и Чехвостили Собянина. — Собянин такой, Собянин сякой. Опять он тут развязку, тут дорогу. Чего они говорят сейчас? — Света, Света, спроси кировчан, сколько процентов у них за последние пять лет были в городе Москве. — Ну, для того, чтобы об этом говорить... — А, в этом смысле. — Конечно, в этом смысле. — Не с чем сравнить. — А то, что показывают на картинке, это картинка. — Это картинка. На самом деле, за пять лет я видел, что сделал Собянин в Москве, значит, то, конечно, Собянин сделал большой шаг вперед вообще в современность города Москвы. Это другой город вообще. — Но протестов было много. — Протестов было много. — И сейчас они есть. — И будут. — И сейчас они и будут. Но мы говорим о том, что была поставлена задача и была определена цель. — А с чем остались теперь мы? — Мы остались с тем же, с тем мы и были 20 лет. — Автобусы в прошлом году не купили. — 20 лет. — Остановки не сделали, транспортную реформу закрыли. — Света, даже покупка пяти автобусов не решает вообще проблему общественного транспорта. Есть города, где общественный транспорт работает от МУПа, да, и практически не взимает с людей деньги. При этом он не является убыточным. — Слушай, ну вот это вот я не знаю. — Это есть. — Ты серьезно говоришь, что в современном мире люди должны на бесплатном транспорте ездить? — Не должны, но они должны пользоваться этим доступным транспортом и качественным транспортом. — А сейчас что мы? — А сейчас мы этого не имеем. — Мы остались теми же автобусами, которые... Вот я когда приехала в этот город, не скажу, сколько десятков лет назад, мне кажется, что те же самые автобусы ездят. — Все то же самое. Я тут живу с самого рождения, да, и мне очень печально... — И теперь мы говорим, не надо нам ничего этого, не надо. — Я даже тебе больше скажу, многие бы сегодня люди, которые ездят на машинах, да, если бы имели хороший общественный транспорт, они бы передвигались на общественном транспорте. — Или на велосипеде, или пешком. — Да, или... Ну, для этого нужно было создать эту структуру. Еще раз говорю, что 10-15 лет мы стоим на одной точке и никуда не движемся. — Ты заглядывал в эти документы? Ты видел то, что предлагали в транспортной схеме? — Ирина, у нас депутаты... — Ну, честно, просто скажи. — Я не видел, потому что я хотел бы это увидеть, знаешь, когда? — Да. Когда администрация города вместе с нашими депутатами, если я надеюсь, что кто их считает нашими, там, да, подготовили полностью, согласовали на своем уровне все эти вопросы. — Депутаты не ходили, несмотря на то, что завернули, и все. И, между прочим... — А потом предоставили на обсуждение общественности вот эту транспортную реформу. — А, между прочим, да, и очень классно депутаты, которые участвовали в предвыборной кампании, транспортную схему, вот эту тему использовали, я тебе скажу. А еще спроси у них, изучали они ее или нет. — Света, я ее не изучал, я тебе честно говорю, потому что... — Вот никто не изучал, но все против, Дима. — Если б я... Я тебе не сказал, что я против. Я тебе сказал, что в городе требуется транспортная реформа. — Как ты считаешь, что вот сейчас должно все-таки произойти? — Да ничего не будет произойти. — Представь, публично сказал губернатор Шульгину нет. — Все, значит, нет. — А мы говорим... А мы по-прежнему будем говорить, а, пазики, а, светофоры, и что? — Слушай, если завтра губернатор скажет Шульгину, что после восьми часов не надо включать свет, он тоже не будет включаться. — Ну вот, слушайте, а у нас мэр не выбирается населением. Для него его назначают губернатор. — Как он должен на это реагировать? — Тогда одним суждением. Плохо или хорошо, что отменили? — Плохо, потому что город должен двигаться вперед. Мы стоим 10-15 лет. Посмотрите на наших соседей, как они развиваются, как они создают зоны комфорта, как они создают парки, как они создают дорожные прогулочные горы. — То есть через ошибки, но надо было идти вперед. — Однозначно. Вперед лучше двигаться, чем двигаться назад. — И вот результатом этой истории явилось увольнение господина Леонтьева. — Я не знаю, кто такой Леонтьев. — А он отвечал за дорожный транспорт. — Я знаю только Валерия Леонтьева. — Третий или четвертый. Ну ты помнишь, у нас каждый год практически приходил новый человек на этот пост, и каждый год уходил. — По этой причине я уже не фиксирую все приходы и уходы, потому что я понимаю, что все люди, которые к нам приезжают, это временщики, они приезжают на время. Если что-то у них не получается или у них не срастается, они уезжают. — А чем ему заниматься-то, если, сказали, его приглашают на реформу, например, транспортную, а потом ее отменяют? — Глаза. — Ну чем? — Это не к нам вопрос. — Ну вот когда у нас был Альберт Гутнов, ты помнишь, предыдущий начальник транспортного отдела, что называется. Он же дал интервью здесь у нас, в нашей радиостанции эксклюзивной. Вернулся и сказал, я должен ответить, почему. Он тогда одно сказал, что корабль должен управляться одним капитаном и одним рулевым. А не так, когда, а давайте мы тут порулим направо или там налево. Приняли решение, даже если не все согласны, двигаемся в этом направлении. Он сказал четко это. — И корабль должен в первую очередь двигаться в сторону кировчан, жителей города Кирова. — А чего кировчане хотят? — А кто их спросил, что они хотят? — Как они? Ну как? Все время спрашивали. — Кировчане? Я могу тебе сказать. — Что хотят, Кировчане? — Хотят жить в красивом, качественном и удобном городе. — Оставьте нам все, как было. — Никто из кировчан это не говорит. — Ну здрасте, не говори никто. Говорят. — Свет, сделайте так, чтобы это было неболезненно для кировчан. Потому что все реформы последние. И все движения происходят за наши деньги. — А как могут быть неболезненные реформы? Реформы всегда болезненны. — Значит, нет, не всегда. — Всегда? — Если у меня из кармана не достают деньги, я про кировчанин говорю, значит, мы можем на этом наблюдать. Но когда у нас берут за капремонт и за ТБУ деньги громаднейшие, от этого ничего не происходит. — Не улетай туда, пожалуйста. — Они же как хотят взять? — Но в Москве было то же самое. Ведь когда перекраивали транспортную реформу, люди тоже. Им приходилось пересаживаться, им приходилось оставлять машину где-то. — У них не было повышения проезда в общественном транспорте. У нас, я думаю, что хотели сделать следующее. Провести реформу и поднять стоимость проезда. — Что все равно случится. — Рано или поздно случится. Но в данном случае это может случиться при одном случае. Если мы все заметим, что эта реформа на самом деле сделана качественно, и мы от этого все только выиграем. — Тут еще нет реформы, нет поднятия стоимости проезда. — Конечно, нет. Я хочу платить за услугу, которая мне оказана. Из-за чего я против капремонта и ТБУ? Потому что эти услуги не предоставлены мне. — Платишь за капремонт? — А я за них плачу. — Ты платишь? — Ну, наверное, плачу. — Все. К сожалению, не осталось времени, а мы хотели поговорить о том, что у Игоря Васильева очередной год на посту губернатора подходит к концу. — Третий уже, по-моему, да? — И он будет два... — Ну, два... Ну, так-то, ну, три уже. — Да. И он будет в пятницу здесь давать у нас прямую линию в эфире с 11 часов, с 11 до 12.45. Я хотела порассуждать, конечно, с тобой на тему того, насколько ты считаешь, Игорь Васильев, эффективным губернатором для нашего региона. Но теперь осталось время только буквально на один вывод. Какой он будет? — Эффективность, она в чем заключается? В тишине? По тишине мы эффективны. У нас все тихо, у нас все мирно, у нас ничего не происходит. — Ну, мирно — это же хорошо. — Мирно — это хорошо, но мы понимаем, что за словом мир должна быть еще и движущая сила, которая делает нашу задачу, в первую очередь, чтобы мы немножко двигались вперед, а не назад. — Дмитрий Русских, это была программа «Особое мнение». Мы прощаемся с вами. Особое мнение на 101FM